Продолжение следует... Компании FX4Trader с Евгением Каташовым. Официально были вне рынка, хотя для тех, кому нужно было зайти в позицию, можно было подождать паттерн, но даже паттернов на вход не было. Сегодня тенденции поменялись. Евро в лонг, фунт в лонг, аудио уже несколько дней в лонг, навозил несколько дней в лонг. Все сигналы указывают на ослабление доллара. Анатолий, доброе утро. Йена, шорт, тоже сигнал на ослабление доллара. И вот два инструмента, которые все еще показывают укрепление доллара США с точки зрения маржинальности рынка. Это Канада и это Швейцарский франк. Здесь маржинальные тренды, лонговые. Далее, мексиканец, тенденция шортовая. Золото в лонг, серебро в лонг, нефть. Идеальнейшая отработка вчерашней точки входа. Классно, тенденция в лонг продолжается. S&P в лонг, NASDAQ в лонг и Dow Jones в лонг. Вот основные, единственные для нас на сегодняшний день направления торговли, по которым мы будем входить в позицию при формировании точки входа. Доброе утро, Владимир. Поехали, поищем эти самые точки входа. Ну и перед началом со мной спонсор компания FreshForex. Акция, которую я просто обожаю. И сейчас эта акция доступна для многих, потому что у меня она на эксклюзивных счетах подключена, и кому она нужна, могут обратиться. Акция касается нефти. Основная нефть для нас это нефть маркет WTI. Нефть торгуемая в США. Но и к нефти Brent это тоже относится. Отсутствие свапов. С 16 по 29 сентября. Почему по 29? А, ну, 30 это понедельник. Значит, отсутствие свапов. В рамках этого события, ну, я рекомендую набираться в покупке по любым сигналам. И посидеть вот эти вот парочку недель. Да, сегодня уже 17-е, конечно. Вчера еще эту акцию мне довели. Я об этой акции отдельно напишу сейчас по всем группам, по всем чатам. Пользуйтесь. Отсутствие свапов по нефти один из самых лучших моментов, который на дистанции позволяет зарабатывать. Долгосрочно, конечно, хотелось бы удерживать. Но даже в рамках двух недель отбивились мы от хорошего такого дна. Интересного, да. Пройденный средний ход в рамках месяца. Смена маржинального тренда. Выше объемов находимся. Уже паттерн ювелирненькая четвертинки отработал. В общем, эту идею рекомендую всем брать на вооружение эту акцию и пользоваться этой акцией. Солнечки тут еще вроде бы пляшут туда-сюда на границе. Вот она где. В общем, я по нефти начинаю набираться. Так, добрый день. А если не побоятся посмотреть границу по Австралу на ноябрь? А что там бояться можно? А что там можно бояться? Давайте глянем. Ноябрь, ноябрь. Ну, в чем проблемы? Никаких проблем по ноябрю нет. Так, все, поехали. Итак, евро. Это идея вчерашнего дня. Паттерна не было. Входа в позицию не было. Но опять же, те, кто именно голосом слушает, они просто смотрят те картинки, которые я отправляю. Но даже те картинки, которые я отправляю, так интересно один чувак написал, чтобы не член на обу вырос, как у прогнозиста. В комментариях почитайте. Ну, ладно, бывает. Так, сейчас мне не нравятся вот эти объемы. То есть, смотрите, опять же, для всех, и вот для этого, а-ля не очень умного человека, который не понимает то, чем мы здесь занимаемся, что вообще мы прогнозов никаких не даем. Так вот, для всех, понятная идея, вот так выглядит. Все. Это для всех. Но для нас с вами эта идея, она, к сожалению, натыкается на вот эти объемы. Даже если будет так или так, да, тут же тоже вот объемчики были довольно долгий период времени, там как угодно. Работать в объемы контракта мы не будем, при условии, что объемы контракта останутся здесь. Только если они сменятся. Учитывая объемы импульса, я все-таки вот такую торговую идею для себя оставляю, но, повторюсь, только при условии изменений объемов контракта и возврата их куда-то в район зоны 1.4. Если это произойдет, тогда не самым крупным риском. Почему мы риски уменьшаем? Значит, смотрите, у нас отсутствует информация, мы уже в убытках по опционам. Ну и все-таки вот здесь-то объемы серьезные, да, они здесь были, они сюда вернулись, но три недостатка глобальных есть. По каждому я бы рекомендовал риски немного сократить. Плюс, да, помню, вчерашнюю вот эту шляпу мы увидели огромную, и эта шляпа подтверждалась у нас и набором продавцов в течение одного дня, а сейчас уже и набором продавцов в течение двух дней. Есть вот такой интересный момент, да, то есть вот такой расколбас будет с вероятностью 99%, либо вверх-вниз, либо вниз-вверх. Опять же, я не прогнозист, и поверьте, никто не прогнозист, никто не знает, как будет это. Мне бы хотелось, чтобы мы сначала вот сюда сходили. Для чего? Если мы уйдем наверх, если мы уйдем наверх, куда-нибудь на там 11.59, 11.60, да, у нас, соответственно, дробная зонка-то поднимется вот сюда. И тогда вот такую идею было бы работать неплохо. Что еще было бы лучше? А если мы все-таки пойдем вниз и тестируем эту зону 1.4, и потом уйдем на ранее указанную мной котировку, то вот этот вход пропускаем, а вот здесь у нас уже риски будут не такие серьезные по причине того, что у нас появится информация. Все эти три идеи держим в голове, но для работы оставляем только две вот этих, которые находятся сверху. Причем более предпочтительнее был бы вариант синим цветом. По нему 0.1, 0.25 риск можно брать. Так, Евгений, правильно я понимаю, что основные деньги вы заработали вне Форекса? Форекс сейчас это просто хобби. По сути, нет, неправильно вы понимаете. Самые главные основные деньги это первые 10 лет торговли в открытом режиме. Опять же, то, что я всегда, я до сих пор откладываю, то есть я не живу на все деньги, я до сих пор откладываю, откладываю, откладываю. То есть есть работа, это работа, я считаю, да? В рамках этой работы идет постоянно, ну скажем так, деньги всегда крутятся по несколько оборотов, по несколько оборотов. Любые деньги, которые бы не пришли вот ко мне, да, вот они пришли ко мне в тот момент, когда я их начинаю вот этот вот мешочек тратить, эти деньги могут крутануться через индивидуальный инвестиционный счет 1-3 года. Реально. Эти деньги в обязательном порядке крутятся через P2P. Обязательно. Потом только сюда. Эти деньги в обязательном порядке крутятся через различные, опять же, те моменты, которые есть на той же самой крипте. Все, что приходит сюда, это вот не относится к вот этим деньгам. Это все то, что было вот годами построено, находясь, что я с вами тут с 2010 года нахожусь, вот это все идет сюда. Но вот здесь, сейчас, я уже кушаю не эти деньги, а я кушаю вот эти деньги. То есть все, что с них приходит. То есть как минимум дважды уже. Это долго. Опять же, 10 лет назад надо мной все смеялись. Никто не понимал. Я говорил и рассказывал, что да, я живу там на 500 долларов в месяц, на 700 долларов в месяц я живу. И постоянное откладывание, откладывание, откладывание привели к тому, что сейчас я могу жить на второй круг. Вообще, да, самое классное было бы жить, прикиньте, на третий круг, когда ты можешь там условно. Ну давайте образно говорим. У вас пришла зарплата, там 10 миллионов рублей. Вы на 10 миллионов рублей купили квартиру. Ну у нас в Сибири это можно сделали вне ремонт. То есть уже вложили. Квартира сама как инвестиционный продукт растет в цене. Плюс вы сдаете ее в аренду. С аренды приходят какие-то деньги. Вы эти деньги кладете условно на крипту и в рамках P2P прокручиваете туда-сюда. И вот здесь вы получаете чистый выхлоп, с которого живете. Видите, сколько кругов можно сделать? Вот это вообще круто. Ну опять же, да, каждый раз там по 10, 10, 10, 10, 10. Даже вот тут уже будет достойная сумма в несколько тысяч долларов. Не считая того, что вот это будет приносить, вот это будет приносить, вот это будет приносить, вот и остается вот это. Сейчас уже нельзя говорить о том, что опять же, вот то, чем я занимаюсь, это в большей степени сейчас будет интересно тем, кто действительно думает о будущем в долгую. Те, кто сейчас вот пришли, хочу хапнуть. Ребят, ну я таких сам не понимаю, я сам к таким людям не отношусь и я считаю, что нам немножко не по пути. Я про деньги до 2000 дня. Ну опять же, если бы вы со мной были очень давно, да, вы бы знали. Да, у меня был завод. Завод. Не скажу, что это большой завод. Да, несколько тонн продукции, заморозки я производил. Потом я стал ленивый, я его сдал в аренду, раскрутил я его сам. Откуда взялись деньги на завод? Ну, блин, ну, это уже другой вопрос. У меня был завод. Раскручен, потом лень, матушка, сдаешь в аренду и сидишь, ни хрена не делаешь дома, и деньги капают. Потом еще и завод продался за хорошие деньги. Вот. Но первые деньги, не надо думать, что это какие-то огромные суммы, первые деньги, которые были вложены в это предприятие, не превышают стоимости, там, квартиры. Ну, если на текущий момент брать, там, 10-15 миллионов. Эти деньги, да, брались в долг частично, кредиты частично, под заем частично, частично помощь. Все это отдавалось несколько лет сначала, отдавалось, а только потом начинало приносить прибыли. Только потом я стал уже сдавать все это дело в аренду. Давайте дальше идем по фунту. Опять же, пробития этих минимумов не было. Куда не было в позицию. Ну, и мы ждали роста. Опциона сразу проблему создают. Информации тоже нет. Но вот тут объемы по красоте. То есть, если по евро, да, нам нужно дополнительно какие-то условия, чтобы более-менее адекватно поработать. Здесь, да, недостатки есть. Которые я назвал. Основной, конечно, это информация плюс убытки. Но вот она идея. 0,25 риск. Все здорово. Все супер. Все замечательно. Еще более крутая идея. Было бы как-нибудь свалить сюда, уйти наверх и вот так потом поработать. Это 0,5 риском при всех прочих равных факторах, да, можно будет поработать. И, исходя вот из этого момента, ну, синий сценарий, конечно, основной. Красный. Это тот сценарий, который будем использовать сегодня в работе. Риск 0,25. Ждем паттерн на четвертинке. Цель максимум 2 недельных зоны. Данные по толпе не противоречат. У нас серьезный набор продавцов за сутки. Вот этот всплеск не совсем не понятен. Много вот здесь у нас лимиток. Много у нас вот здесь убыточник. Да, есть определенный пласт лимиток сверху, но, опять же, это не прям супер недостаток, особенно учитывая, что здесь-то все-таки больше. Что, ребята, зависли? Как зависли? Как зависли? Негодяи. Каких правил? Ребята, зависло он идет. Ну, ладно, что, записи будем смотреть. Записи будем смотреть. YouTube, конечно, плохо идет. Пока лучше на порядок. Да, YouTube вроде стал нормально работать. Ну, вот про YouTube я уже, да, тоже задумываясь помаленьку, а не вернуться ли к нему вновь. Потому что пока, да, он начал работать. Ну. Так, 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 так. Смотрите, ну, трансляция-то у меня идет. Интересно. Вот она идет. Трансляция выходит. Вот они все данные по ней. Вам снизу не видно, да, там обрезано. Все идет. Запись идет. Пропуск кадров ноль. Все по красоте. Все идет. Все здорово. Все замечательно. Проблема у нас только с тем, что сам YouTube по какой-то причине блокирнул. Видео удалено. Ждите. Ждите запись. Ждите запись. Выложу. Выложу. Минут. Через 20. Ну, все. Я тогда продолжаю здесь. Уже без общения с вами. И, наверное, будем возвращаться куда-нибудь отсюда. Задолбал этот упорылый Routube. Пускай они потом дальше что хотят-то удаляют. Ладно, Audi. Работаем в лонг. Объемы, так же, как и по евро, очень серьезно мешают. Здесь опять бы нужен рост. И потом вот такую картину расторговывать. То есть здесь покупаем только. О продажах не думаем. О продажах не думаем. Только покупки. Но вот, повторюсь, вот эти объемы серьезно мешают. Поэтому рост. И потом только входим в лонг. По толпе. Это тоже за лонги сигналов больше. Новозел. Здесь информация появилась. Вот смотрите, как последовательно инструменты. Евро проблемы по фунту нормально. Ауди проблемы. А самый сильный на сегодняшний день инструмент. Я смотрю на Новозел. Смотрите, информация есть. Мы находимся выше объемов. Мы находимся выше объемов. Ну, вот такую четвертинку. Давайте пытаться вот работать. Лонги. Цель 62.001, 62.452, 63.152. Все это от объемов, хоть четвертинки. Если будет паттерн без перебития точки техслона. Ребят, ну это почти в полную силу можно заходить. Почти в полную силу. Давайте так. Глобальные им достатки какие? У нас долгосрочный это все-таки шорт. Вот оно, последнее закрытие, да? Здесь пока мы не закрепимся за вот этой зоной. Такая идея основная. В рамках долгосрока. Но мы работаем средний срок. Но это средний срок против шорта, да? Как бы этого. И плюс, ну, хоть у меня вот здесь и горит, да, фигня. Просто стоят индикаторы, видать, надо его удалить отсюда. Опционов-то нет у нас по новозелу. Тоже такой спорный момент. Ну, вот смотрите. 0,5 вообще адекватный риск. Но можно и первый. По толпе по новозелу вот недостаток. Не, а, ребят, все-таки 0,5 максимально возможный набор покупателей. Набор покупателей идет. Это плохо. И стопов вот тут много. Да, вот это проблема. Внимательно здесь ждем паттерн. Без паттерна вообще входить не нужно. Доллар-иена и идея вчерашнего дня. Так, ну, в принципе, кто уже зашел. Ну, хотя, опять же, да, если вот прям, честно, откровенно, такого глобального-то паттерна не было. Вот у нас КМ. КМ ДПОКом-то коррекции не отфильтровано. Хотя у меня ДПОК неправильно стоит. Новые же минимумы были. Давайте я вот так вот посмотрю. Давайте я вот так вот посмотрю. Так, и ДПОК, ДПОК, ДПОК. Где у меня ДПОК? Вот он. Так. Вот если говорить о КМе, то вот он КМ. Он не пробит. Ну, если, опять же, зашли, сидим. Если не зашли, вот сегодня крутая идея. Ждем обновления минимумов сегодняшнего дня. Через максимумы или прямое пробитие минимумов. И на откате стоим шорт. Цель минимум 2 недельных контрольных зон. Минимум вот это я имею ввиду 139,577. По недостаткам пройденный средний ход. И это у нас, в принципе, хороший сигнал на ослабление бакса. Тоже неплохим риском можно поработать. Второе, третья цель это неделька золотого и серого цветов. Так, по Канаде. Все эти недостатки, о которых вчера говорил, они все остались. Мы вновь подошли к вот этим объемам, стукнулись. Ничего не делаем, ждем. Чиф идеи остается только такой. Если мы на объемах контракта нарисуем зигзаг. Тогда входим в лонг. Нет, ничего не делаем. Мексиканец. Объемы здесь, любая продажа, отсутствие информации, продвину на средний ход. Очень много недостатков. Ничего не делаем. Нефтянка вчера отработала хорошо, сейчас объемы мешают. Рост нужен и вот такую опять идею пытаться работать. Но не забываем о той акции, которую сказал в начале. Жмякать кнопку buy сейчас было бы очень выгодно. И интересное отсутствие свопов у моих партнеров. Пишите в личку и мы все это дело проверим, подключим. Газ отработал. Даже мелкий паттерн тут был. Посмотрите, какая красота. Ну да, и котировки. Что-то такой жадный. Смотрите, какая красота. Кто зашел, поздравляю. Новая идея. Между 2.216 и пока этот максимум не изменился, 2.228. Будет какая-нибудь такая мелкая стука. Работаем в лонг. Золото. Лонг. Но опять же я бы ждал ухода наверх. Пока держим недельку на объемах. Пока пропускаем. Серебро держим недельку. На опять же не самых пока здесь крупных объемах. Но у нас тут пройденный средний ход. Что он мне мешает? Ну, аккуратный лонг. Чем глубже коррекция, тем лучше. Медь. Паттерн. Паттерн. Сейчас депок посмотрим. Так, а где у нас депок? Вот он депок. Нет. КМ не отфильтрован. Вот для чего нужен депок. Да, смотрите. Не отфильтрован КМ. Только вот так можно. Но здесь будет тогда опасение. Вот этот уровень. Вот так я бы поработал. От объемов контракта с падением депок. КМ должен быть выше депок. КМ должен быть выше депок. Пока КМ вот эта точка. А если мы его пробиваем, у нас до 3 копейки, а стоп далекий. Поэтому лучше здесь. Санпи. На откате лонг. Но объемы сверху сидим ждем. Я бы пропускал. Насдак. Ок сверху сидим ждем ничего не делаем. Донженс. Донженс. Объемы сверху. Еще нужен рост, чтобы вот так поработать. Пока сидим ничего не делаем. Рубль. Что это такое нарисовано? Мы вчера говорили только о покупках инвестиционных. Никаких продаж здесь нет. Биткоин. А на откате шорт. Биткоин на откате шорт. Все. Рутуб нас заблочил с завтрашнего дня. Либо возвращаемся полностью на YouTube. Либо буду полностью все прямые эфиры делать ВКонтакте. Там действительно проблем никаких нет. Все это очень легко подключается. На этом все. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли и профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова